Общая цифра ввода нового жилья в эксплуатацию обычно складывается из двух показателей. Первый и наиболее существенный – это многоэтажки. Каждая дает сотни и тысячи квадратных метров, в зависимости от количества этажей и блок-секций, подъездов говоря иначе. Второй показатель формируется за счет частных коттеджей. Но относительно недавно добавился и третий – садовые или дачные домики. Теперь они тоже могут быть жилыми, а стало быть, плюсуются в общую копилку. За 2022 год по многоквартирному жилью у нас введено в эксплуатацию 201 тысяча метров квадратных. По индивидуальным жилым домам чуть больше 35 тысяч квадратов и по садовым участкам чуть больше 18 тысяч. Надо сказать, что хоть площадь и разница по индивидуальным жилым домам и садовым участкам, количество домов практически одинаково. 183 индивидуальных жилых дома и 187 садовых домов введено, поставлено на учет. Это более точная формулировка – поставлены на учет или зарегистрированы. На самом деле они могли быть построены давно, но не оформлены должным образом. И если дома включили в единый госреестр только в 2022, то все зарегистрированные квадраты идут в счет этого года. Это в равной степени касается и частных коттеджей, и дачного жилья. По сравнению, конечно, по площади Вадимова жилья многоквартирных домов в этом году существенно больше площадь. В том году было где-то 120 тысяч немножко больше и вот 201 тысяча. По сравнению индивидуальной жилой застройки с предыдущим годом, здесь наблюдается небольшой спад. Потому что по индивидуальным жилым домам у нас в 2021 году где-то было 41 тысяча Вадимова жилья, сейчас 35. И, соответственно, по садовым участкам 26 где-то было тысяч садовых и 18 за 2022 год. Итоговая суммарная цифра составила почти 250 тысяч квадратных метров. Это абсолютный рекорд за последний четверть века. В таких объемах новое жилье в Абакане не строили даже в советские годы.